У меня есть вот такая красивая ткань. Она мне очень-очень нравится. Одно время хотела сшить из нее и сапоги, и сумку. Это мебельная ткань. Она, видите, как ковер сделана. И что? Ширина у меня 35 сантиметров, но готовый вид будет 33, потому что подровняю края. Она косметичка будет дорожная, объемная, с боковыми вставками. Все ничего, но рисунок у меня, видите, идет разный. И промежуток, здесь 8 сантиметров по рисунку, здесь 6, будет небольшая нестыковка. Если я подгадаю по рисунку и размещу ткань так, вот у меня молния будет проходить, все прекрасно, хорошо, но придется внизу делать шов. Если ваш рисунок с направлением четких линий, то по-любому вам делать внизу шов. Если просто явно выраженный рисунок, какой-нибудь, допустим, цветок, вы должны подгадать так, чтобы он у вас был в середине. Если у вас простая ткань с незатейливым рисунком, без направлений, вы можете делать и шов, можно выкраивать и без шва. Просто вам нужно прикинуть ваш объем, какая она у вас будет. И в соответствии с этим вы должны отмерить, сколько вам нужно сантиметров. Я совместила рисунки с одной стороны и с другой. Вот, они у меня совпадают. Отрезаем. Если у вас тонкая ткань, то желательно ее уплотнить. Или клеевой. Паралоном, подложкой, под ламинат, изолон. У меня плотная, как сказала, я ее проклеивать не буду. Опять же, вы можете ориентироваться с подкладкой делать или без. Ткань плотная, могу делать и без подкладки. Просто на оверлоке пройти все швы или обработать косой бейкой. Но здесь у меня вот торчат нитки, буду туда постоянно что-то класть, это будет цепляться. Поэтому делаю на подкладке. Нам понадобится подкладка таких же размеров, как наша основная заготовка и подкладка на боковые вставки. Подкладку выкраиваю не из подкладочной ткани, а взяла простую ткань. Для меня это надежнее. Если вы решили сделать внутренние карманы, то карманы выкраиваются и пришиваются перед тем, как вы будете вшивать молнию. Если вы делаете плоские карманы, то вы выкраиваете их вровень вашей ширины, вровень вашей подкладки. Если вы делаете воздушные, то отрезаете больше ткани. Я вырезала. Одни у меня будут плоские. Видите, я их сейчас вот так подверну и сделаю деление. Когда буду делать деление, обязательно делайте хорошие закрепки или прошивайте два раза. Эти швы мы не обрабатываем, они у нас уходят в боковой шов. Когда вы выкроили карманы, вы должны визуально определиться, где они у вас будут размещены. Смотрите, я возьму примерно вот. Если вы разместите их наверху, здесь у нас будет молния и будет подворачиваться. Они здесь неуместны. Вы должны их спустить ниже, но так, чтобы они у вас на дне сумки косметички тоже не были. Когда все рассчитали, подсчитали, и когда мы пришиваем карманы, мы прошиваем не по наружному шву. Смотрите, вы его так отвернули. Прошиваете, отворачиваете, делаете отстрочку и уже потом делаете деление. Я ориентируюсь по рисунку. Так как у меня будет это вверх, это уйдет на молнию. Совсем близко к верху я не могу распределить карманы. Я их немножечко спускаю вниз. И здесь делаю пометку, на каком уровне у меня будет вверх. Вы можете ориентироваться или начертить, где у вас будет вверх, или где будет расположен низ. Сейчас на подкладке внизу также прочертила линию. Это мой ориентир, где я буду размещать, чтобы у нас карман был ровный. Прошиваю и отворачиваю. Вот карман я отвернула. И здесь я еще один шов пускаю. Ну, вы можете, смотрите, вы прошиваете, делаете деление, делаете закрепку, возвращаетесь обратно и строчите дальше. Так, так, закрепка и дальше. Одним швом вы сделаете и деление, и сделаете как бы отстрочку. У вас необработанный вот этот край, он уйдет в шов. При желании можно это и обметать. Вот мои карманы. Если вы карманы делаете с клапаном, клапан это когда закрываются, вы должны изначально пришить на сам карман липучку, пуговицы или петельку, молнию вшить. Пришили мы карманы. Они у нас смотрят в разные стороны, смотрят наверх. Теперь мы делаем, вшиваем молнию. Лапка для молнии. Если хотите, можете обметать край. У меня сыпучая, все-таки я ее обметаю. Берем молнию, кладем звеньями и собачкой вниз. Сверху располагаем подкладку и прошиваем одну сторону и другую. Если вы все срезы будете обрабатывать на оверлоке, то вам нужно избежать попадания молнии в оверлок, потому что ломаются очень сильно иголки. Вы можете отрезать молнию немножко короче и пришить ткань. И когда вы будете это обрабатывать, у вас оверлок прошьет ткань. И здесь у вас будет аккуратно смотреться. Если у вас предусмотренные ручки, они будут у вас накладным способом или вшивным куда-то пришиваться, вы должны продумать заранее. Они пришиваются на начальном этапе до вшивания подкладки. Вшили молнию. Хвост я отрезаю. Чтоб я вас не вводила в заблуждение, когда вы выкраиваете сумку или косметичку, все детали выкраиваются сразу. Но так как я ориентируюсь на свою ткань, на направление, на рисунок, я выкраиваю частично. И вот вшила я молнию. Смотрю на рисунок. Как мне сделать боковую вставку. Вот. И нам надо две детали плюс швы. Если вы решили сюда сделать воздушную ручку, то она пришивается до пришивания боковых вставок. Ширина и длина ручки может быть любая, какая вам нравится. Самое главное, чтобы она была закреплена несколькими швами. Если вы решили по бокам сделать петельки, чтобы открывать удобно было молнию, то так же делаете сразу. В бока я так же пришью карманы. Карманы делаю. У меня один карман будет с подворотом, с внутренним швом, другой будет уходить в шов. Как пришиваем мы бок. Находим центр. Здесь у вас центр молнии. Складываем. И от середины начинаем прошивать по кругу. Вы так же можете прошить бока, а потом пришить вверх и вниз. А лучше закалите булавками, как раз по ходу посмотрите, что у вас лишнее, где-то не хватает, где-то подсадить. Оно будет лучше. Можно отдельно прошить сначала подкладку и отдельно верхнюю часть. Но можно, вот смотрите, вы соединяете все детали вместе и прошиваете. Но когда прошиваете подкладку, вам нужно оставить где-то отверстие для выворачивания. и слегка приоткрыть молнию, чтобы вы могли это все вывернуть. Вот так она выглядит изнутри моей кармашки. И вот смотрите, один бок. Вот карманы. Оставила отверстие для выворачивания. Вот теперь я его беру или на руках, или на машинке. Просто прошиваем. У нас карманы с вами получились с двух сторон и с двух боков. Отверстие для выворота закрыла, зашила вручную, просто через край. Ну, получилось более-менее аккуратно. Вот такая большая вместимая сумка, даже не косметичка, у нас получилась. Очень даже милая и симпатичная. Но на такие большие вещи нужно обязательно делать ручки. Но так как я ее не буду использовать для переноса, у меня на нее свои цели, поэтому ручки я и не делала. Ширина получилась у меня 33, высота 22, глубина 14. В этой работе очень красивая ткань. И несмотря на то, что большая, как бы эта сумка косметичка у нас получилась, она смотрится со стороны эстетики очень даже симпатична. Мне остается только отпарить, прогладить все швы, чтобы они были у нас ровные. Вот вам не видно, но и сами карманы на нужном уровне и довольно-таки вместимые, и их много. И получилась такая сумка-органайзер. На этом все. Пока-пока. Шейте со мной. Счастливо. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова